Несколько слов о первом сборе. Нельзя назвать сбором? Традиционно мы выходим за несколько дней до отъездов на сборы в Адлер, чтобы пройти медкомиссию, получить экипировку, подписать контракты. Основная работа начнется у нас в Адлере с 5 числа. С 17-го мы возвращаемся в Череповец, проведем здесь уже ледовое занятие будем проводить, готовиться к турниру Беляева, который у нас будет с 28 числа. Участвуют 5 команд. Затем мы опять продолжим подготовку у Череповца. Потом в Санкт-Петербурге будет турнир 5 команд, после которого мы поедем на сборы в Ригу, где уже будет такой более-менее основательный состав, к которому мы будем уже готовиться к началу чемпионата. Вот такой план подготовки команды «Алмаз». У нас по сравнению с прошлым годом осталось 19 человек. Сейчас 14 новичков, из них 6, которых мы выбрали на драфте в этом году. В отличие от прошлых лет, все ребята приехали. И у нас есть из Барнаула, из Красноярска, из Москвы, из Подмосковья. Первый случай такой, что все ребята приехали, все приехали с желанием. Со всеми разговаривал. Говорят, что хотят попасть в основной состав «Алмаза» и продолжить здесь карьеру. В каком физическом состоянии вы что-то есть? Каждому был на время отпуска индивидуальный план составлен, подготовки. Мы разговаривали с ребятами, просили их более основательно подойти к этому, потому что времени на самом деле немного. Работа начнется сразу с 5-го числа, поэтому предупреждали и настраивали на то, что самостоятельной подготовке они уделили бы большое внимание. Сейчас первые тренировки. Видно, что занимались, видно, что готовились, потому что конкуренция большая. Кто хочет попадать в состав, нужно через работу это все делать. Изменения в тренерском штабе какие-то произошли в этом сезоне? Нет, со всеми тренерами продлили контракт. Дополнительно с нами будет работать Гудков Сергей. Он будет заниматься вратарями персонально. Он будет заниматься старшими возрастами и в школе. И основная работа это будут у него вратари молодежной команды. Вратарские линии нужно? У нас покинул по возрасту Артемьев. Зайцев в системе клуба. Он начнет, наверное, с первой команды. Григорьев, Савельев. На просмотре у нас Хмелев. И сейчас молодой вратарь 98-го года, Бердин. Его приобрели. Он еще на ученическом контракте 98-го года. Он входит, вызывается постоянно в сборную страны. И поэтому на него тоже у нас есть определенные надежды. Что он уже в этом году сможет сыграть за молодежную команду. Остался в команде Киселев. То есть вопрос капитана Циклицкого. Ну, да, я, в общем-то, мы сильно омолодились по сравнению с другими командами. У нас вот на данный момент в системе клуба 94-го года осталось 4 человека. Из них, скорее всего, Першин, Сахарусов продолжат где-то карьеру или в КХЛ, или в ВХЛ в нашей системе. И сразу же уедут Киселев. У нас капитан, да, и мы хотим, чтобы он, в общем-то, то, что уже тот опыт, который у него есть за эти годы, потихонечку передавал молодым. Из выпускников нынешнего сезона хоккейной школы Северсталия, кто может претендовать на место в составе? Ну, на самом деле, сейчас подписан контракт с Куваевым, как я знаю, и с Воробьевым. Эти ребята, скорее всего, начнут сборы с первой команды. Шансы есть, я думаю, что у всех. А как там будет, не знаю, как решит главный тренер. Я немножко другое имею в виду, что выпуск хоккейной школы, там, 97-й год, по-моему. А, выпуск хоккейной школы, да. Да, Алмаз. Могу ли эти ребята попасть? К сожалению, 97-й год у нас не показывал тех результатов, которые бы нам хотелось. Тем не менее, мы на сборы пригласили троих выпускников нашей школы. Четвертый у нас Кудака уже был на протяжении прошлого года. И мы еще взяли двух игроков 96-го года, которые в прошлом году играли в юниорской лиге. То есть, в данный момент, сейчас на просмотре со школы находится 6 человек. Прошлогоднее ударное звено Кудакова-Мазского возраста. Есть какие-то наметки первого звена или это все в ходе сезона проявится? Практика показывает, что, в общем, когда уходят старшие ребята, молодые выходят на их уровень. И, в общем, свет, как говорят, места свято не бывает. Я надеюсь, что в этом году есть лидеры, тот же Вовченко, тот же Лановенко, Яровой, Степанов, которые в прошлом году уже прошли определенные, в общем, получили опыт игры и в плей-офф особенно важно. Должны выходить на их уровень.